Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Опустошенное озеро Валиканово, какое в редакосистеме могут нанести браконьеры. Годовщина битвы за Сталинград, рязанские герои великих сражений. Пострадало 4 человека, серьезное ДТП в черте города. Последние несколько дней озеро Валиканово стало одним из самых популярных мест у жителей. Рыбу там вылавливали прямо с очками, а то, что не унесли, оставили лежать на льду. Насколько это законно, выяснила на месте Мария Рудая. Озеро Вилье. Здесь произошло так называемое заморное явление. В народе говорят проще. Озеро сгорело. По сути, рыба полностью лишена кислорода. Она пытается выбраться наружу, чтобы сделать хотя бы один глоток воздуха. Вот так отреагировали люди на негативное природное явление. Некоторые набирали целые мешки рыбы, используя при этом самые разные инструменты. Популярным стал сачок. Со стороны это больше похоже на массовую истерию. В итоге часть улова такая осталась лежать прямо на льду, который окрасился в серо-красный цвет от ила и крови. Мы наблюдаем останки рыб в большом количестве, в основном мелочи. Этому всему будет дана правовая оценка действием. И будем разбираться, будем смотреть, присутствовали ли незаконные орудия лова при вылове. Замор рыбы – явление достаточно распространенное в регионе. По словам специалистов, подобную картину можно наблюдать на многих озерах. Чаще всего это происходит на неглубоких водоемах. И хотя велье озера довольно глубокое, в среднем 3-4 метра, но и оно бывает горит. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Специалисты выделяют сразу несколько. Во-первых, засушливая осень без дождей. За счет родников водные объекты пополняются лишь на 10%. Все остальное зависит от весенних стоков и осадков. Вторая причина – толщина льда и значительный снежный покров, которые не пропускают воздух. Анатолий Кузнецов говорит, последний раз видел, как происходит замор здесь примерно в 2010 году. И вот теперь история повторилась. Как видите, он уже подвергся замору. Это процесс кислородного голодания. Вот поднялся он кверху. Это был лещ. Хотя в данный момент на льду можно встретить самых разных представителей озерной фауны. Здесь обитают плотва, жерех, щука и множество других разновидностей. Самые негативные последствия, которые могут произойти, погибнет вся рыба. Хотя, по словам Николая Гордеева, такого в области еще не происходило. Самое печальное, что предотвратить замор рыбы практически невозможно. А бороться со следствием очень сложно. К сожалению, этот процесс у нас все чаще и чаще повторяется. И есть озера, подверженные заморным явлением. Это происходит в случае, когда вследствие гниения водорослей и гниения всех микроорганизмов бентуса, значит, у нас пропадает кислород и преобладает углекислый газ в водоеме, в воде. И рыба погибает. Единственный выход – прорубать вот такие майны, чтобы рыба смогла дышать. Да эффект недолговременный. Мороз вновь сковывает воду льдом. Рыба уже в процессе разложения, так как уже замор происходит. Уже она умерла и начинается разлагаться. Ну, вот, как мы видим майны, вот, процесс этот, как бы, дает кислород для рыбы, вот, воздействия уже происходит меньше. И рыба потихонечку начинает отходить. На озере Вилье Валиканова природа решила эту задачу своим способом. Здесь образовалась полынья, но тут вмешались люди. И теперь органы госконтроля будут выяснять, не применялись ли запрещенные орудия лова, такие как электроудочки, колющие орудия или сети. А пока примерзшую ко льду рыбу продолжают собирать уже с берега. На помощь тут идут топоры. А между тем Вилье входит в цепь озер протяженностью 15 километров. Все они соединяются протоками. И высока вероятность, что процесс замора повторится и в других местах. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». 15 человек эвакуировали, в том числе двое детей. К сожалению, один погибший. Это краткая статистика пожара на улице Островского в доме 38, корпус 1. Сообщение о пожаре на улице Островского в городе Рязани поступило в 13 часов 53 минуты. На момент прибытия происходило горение мебели в квартире на втором этаже. В тушении пожара участвовало 3 единицы техники, 9 человек, лишь в составу государства противопожарной службы. Даже спустя несколько часов у дома 38, корпус 1 работает бригада пожарных вместе с сотрудниками полиции. У самого здания стоят люди с детьми. Говорят, эвакуировали их в спешке, они и сами не поняли, что к чему. Одно ясно точно – не было ни языков пламени, ни столпа огня. Горело только в одной квартире. На причины пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Как результат – один погибший, сам житель квартиры. Инсульт у него был, реализованный. Там мужчина-инвалид, он курил часто. Возможно, сам закурил и, наверное, до двери доползся, задохнулся. Однако точной версии пока нет. Огнем была повреждена квартира, практически полностью сгорел диван. Тем не менее, многие жители так и остались в квартирах, благо пламя не распространилось дальше. Теперь перед сотрудниками полиции и Следственного комитета стоит задача – определить причину возгорания. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Четыре человека пострадало в серьезной аварии. ДТП произошло на пересечении улиц Свободы и Ленина. Подробности – далее. По предварительным данным, авария произошла потому, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не уступил дорогу «Вольво». На видео заметно, что на критопоре горит зеленый свет. В итоге происшествия двое пассажиров автомобиля «Вольво», а также водители транспортных средств получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Причина аварии – ущерб устанавливается. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что следует соблюдать скоростной режим. А при проезде светофора необходимо следить за дорожной обстановкой. Ведь, к сожалению, это не первая подобная авария, которая произошла в Рязани. 2 февраля мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Она завершилась в 1943 году. Это было одно из крупнейших сражений, определивших ход всей Великой Отечественной войны. Историки говорят, что по целям размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. Дмитрий Черничкин 93 года. Он почетный гражданин Рязани. Человек, который прошел всю Великую Отечественную войну. А началось все в 16 лет. Немцы подошли близко к Рязанской области и оккупировали 7 районов. Фашисты обыскали дом Дмитрия Алексеевича. Ведь его тетя была коммунисткой. Искали спрятанные документы, но так и не нашли. На следующий день вывели всех жителей деревень. И вдруг увидим виселица на столбах телефонном. И уводит парня, избитый весь, поникший головой. И на груди написано, в фанерах висит, написано «Партизан». И прибит комсомольский билет. Они нашли билет комсомольский у него. И повесили. Когда стали вешать, глянули мы, это наш парень из нашего класса. Вместо страха в сердце проснулась ненависть к фашизму. Но чтобы уйти на фронт, пришлось подождать еще год. Ведь он был несовершеннолетним. В 17 лет Дмитрия Алексеевича все же распределили на Первый Украинский фронт. Дальше больше. Он освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию и дошел до Берлина. Был шофером, перевозившим бомбы. Сегодня он вновь в кругу фронтовых друзей. Ветераны собрались, чтобы отметить 76-ю годовщину Сталинградской битвы. Это решающий был для немцев момент отомстить за Москву и сделать победу над нашей Родиной, наш народ. Выстрелы перед именно такой жестокой, наглой, именно фашистской деятельностью. В зале ветераны, которые прошли войну. Танкисты, зенитчицы, фронтовые подруги. Сейчас живых осталось лишь 350 человек. Из них лишь 8 принимали участие в Сталинградской битве. К сожалению, самостоятельно передвигаться они уже не могут. Но их рассказы о фронтовой жизни передаются из уст в уста, как и память о битвах, перевернувших ход Великой Отечественной войны. Калина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». К новостям недели. Одно из самых главных событий уходящей недели – это массовая эвакуация людей во всех районах города. Она затронула десятки объектов. Среди них школы, вокзалы, торговые центры. Одновременно сообщения о заложенных бомбах появились и в других городах. Например, в Петрозаводске, Астрахани, Калуге, Великом Новгороде, Туле, Волокде, Санкт-Петербурге. Хронику событий расскажет Дина Ислеева. Ученики седьмой школы возвращаются в учебные заведения. Проверка завершена, опасности нет, но уроки все равно отменили. Картину происшествия удалось восстановить со слов учеников. Детей седьмой школы эвакуировали сюда, на Лыбецкий бульвар. Тех, кто не успел переобуться и надеть верхнюю одежду, завели сразу в цирк. Остальных отправили в плитех. Около 11 часов на электронную почту в рязанские школы начали поступать пугающие сообщения. Сайт издательства «Пресса» цитирует начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского. По его словам, письма, содержащие призыв спасать людей, если нет желания их потерять, приходили на электронную почту образовательных учреждений и больниц. Сергей приехал в седьмую школу, чтобы забрать дочь. Родителям о тревожных письмах ничего не сообщили, сказали в школе ЧП. Супругу позвонил, сказал, что пожар якобы в школе, надо ехать за ребенком. Сказали, что пожарный приехал и все. И что надо ребенка забирать. Официальной информации о том, что на самом деле происходит, не было. Начали появляться посты в социальных сетях. По подсчетам СМИ, картина после обеда выглядела так. В городе эвакуировали учеников и учителей школ номер 7, 16, 44, 47, 72, 73, 55, 59, 63, 68 и 75. Пользователям только и оставалось, что строить предположения. На Сахалине где-то с недели назад были звонки об минировании. Может, из-за этого учения? Да по всей России такая беда. У меня знакомый живет в Красноярске. Так в понедельник, 28 января, там тоже эвакуировали учеников от школы. Она в ужасе металась, внука еле нашла. Эвакуация, по информации пользователей, прошла в торговых центрах. Премьер круиз Барс на Михайловском шоссе временно приостановил работу. Вокзал Рязань-2. Опасных предметов не обнаружено. В сумке оказались личные вещи. На данный момент вокзальный комплекс работает в штатном режиме. Ситуацию с эвакуациями прокомментировал пресс-секретарь губернатора Рязанской области. По статуре сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 19 школах областного центра, а также в нескольких торговых центрах и специальных объектах города Рязань. Во всех учреждениях прошли проверочные мероприятия. Проводилась частичная эвакуация. К настоящему моменту информация об угрозах жизни и здоровью граждан не подтвердилась. Все школы работают в штатном режиме. Сотрудники правоохранительных органов и специальных курс проводят проверки еще в нескольких организациях. Пресс-секретарь главы региона также отметил, что за распространение подобной информации грозит уголовное наказание. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Утром 31 января жители города столкнулись с одним из самых неблагоприятных погодных явлений. Рязань сковал в настоящий ледяной плен. На тротуарах лед, дороги превратились в настоящий каток. Городские службы занимаются уборкой улиц в круглосуточном режиме. Как долго будет буйствовать стихия, исправятся ли службы города, узнаете из нашего следующего сюжета. Большая скорость, резкий поворот, да и скользкая дорога. И вот авария. К счастью, повреждения небольшие. Бампер уперся в колесо. На дорогах видите, что происходит? Обычный взвололед. Наверное, не готовы были особо. Наверное, все-таки наши ошибки какие-то. Будем учиться на них. Госавтоинспекция предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями нужно быть максимально осторожными на дороге. В ночное время и утренние часы возможно образование гололедицы, что необходимо учитывать водителям всех транспортных средств и быть предельно осторожными при движении. Соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан. Проблемы со льдом не только на дорогах, но и на тротуарах города. Всего за несколько часов, в четверг 31 января, в травмпункт обратилось 79 человек. В течение дня статистика будет только расти. Все коммунальные службы были переведены в усиленный режим. С утра на дороге вышло 22 единицы техники, которые посыпают улицы песко-соляной смесью. По тротуарам, значит, сегодня позиция немножко изменена. Если обычно тротуары идет уборка снега и наледи тротуаров, сегодняшний день посвящен нанесению на тротуары песко-соляной смесью. Вместе с подрядными организациями на улицы города вышло 150 человек. Из техники 15 самосвалов и 5 тракторов. И город действительно убирают. Вот только из-за припаркованных автомобилей не получается очистить обочины и края дорог от снежных сугробов. Усиленная работа коммунальных служб будет зависеть от погодных условий. Дирекция благоустройства города работает постоянно в круглосуточном режиме. Если касается вопроса по нанесению песко-разбрасывания на тротуары, это все зависит от погодных условий. До тех пор, пока погодные условия будут такие, значит, в таком режиме будет работать. Синоптики дают прогноз неутешительный. Погода сохранится и на следующие несколько дней. В ближайшие дни, 1, 2 и 3 февраля, сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются небольшие осадки, также смешанного типа. Ночные и утренние часы, высокая вероятность образования туманов, сильная гололедица сохранится. При обладающей температуре воздуха 1 и 2 февраля минус 5, минус 10 градусов, днем 0, минус 5. Администрация города просит рязанцев быть аккуратными на дороге. Пешеходам стоит быть внимательными при пересечении проезжих частей. Автомобилистам по возможности воздержаться от использования личного транспорта. Валерий Седов, Сергей Данилен, телекомпания «Город». Еще хуже – это когда погодные условия смешиваются с проблемами бытовыми. Подобное произошло на улице Тимакова. Там прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого дворы нескольких домов превратились в сплошную колею. Там в авариях пострадали минимум 7 автомобилей. Юлия Горохова, как обычно, завернула во двор к родителям. Увидеть огромные колеи она не ожидала. Автомобиль застрял уже в первой из них, сразу за поворотом. Девушке повезло, на помощь быстро пришли соседи. Вы сами видите, какая здесь прекрасная колея. И как я сюда завернула, может быть, хотя бы знак было бы прилично поставить здесь, что здесь такая колея, и что здесь просто машину можно разбомбить целиком. Просто целиком, я думаю, что можно будет потом мне вот эту нижнюю часть бампера снять и выкинуть на помойку, пожалуй. Местные жители рассказывают, что Юлия стала уже как минимум седьмой жертвой этой дороги. Машины застревают здесь регулярно. Кто-то пытается дворами проскочить пробку, другие не могут попасть домой. Начались проблемы еще на прошлой неделе. Около домов номер 8 и 10 на улице Тимакова прорвало трубы с холодной водой. В среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – это 100%. Отсюда лилась, аж туда все пробило даже. А я еще думаю, ну почему никто, как же коммунальные службы на это смотрят? Такая утечка воды. Везде экономия, а тут здесь все течет, и никому ничего не надо. Работы начались только в понедельник. За это время ручей успел сделать в неочищенной от снега дороге огромные колеи. Преодолевать их трудно не только автомобилистам, но и прохожим. С коляской не пройдешь нигде. Завтра идти в больницу я, наверное, не пройду. Придется круги вот так вот оббегать. Это ужас. Никто ничего не делает, никому ничего не надо. В понедельник сотрудникам водоканала удалось остановить течь. Теперь на место выехала бригада, которая устранит последствия прорыва воды. Устранят то, что было залито именно от порыва водопровода. А уж остальное, то, что там снега много, это пусть устраняет управляющая компания. Сроки работ пока непонятны, однако в ближайшее время двор обещали привести в порядок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Экологической проблемой может обернуться уничтожение озера Дикой утки. В настоящий момент его засыпают землей. Напомним, на этом самом месте гнездится самая большая в области колония чаек, в том числе краснокнижных. Чем опасна потеря водоема и законны ли проводимые работы? Расскажем далее. Плановое уничтожение водоема в черте города. Сообщение с таким заголовком появилось во всех новостных группах в социальных сетях. Озера Дикой утки засыпают грунтом, работы проходят ежедневно. Прокуратура вместе с органами контроля и представителями администрации города прибыла с проверкой на место. Геодезисты должны определить точные границы озера и установить, сбрасывают ли грунт прямо в него или рядом. Проблема и в том, что водоем, который существует в реальности, может отсутствовать в Росреестре. Подобное встречалось не раз. В настоящее время мы с органом контроля и с представителем администрации города выехали на место, указанное в обращении. Посмотрели и с участием специалистов Росреестра отметили точки, где отсыпка грунтом примыкает к водному объекту. Если жалоба на сброс грунта в озеро будет повторной, то прокуратура возьмет дело под свой контроль. В том случае, если жалоба первичная, ее передадут в уполномоченные органы. Срок обработки собранных данных и вынесения заключения – 7 дней. Никакой информации, что за работы проводится, нет. Очевидцы сообщают, что уже уничтожили заросли тростника. Сейчас под удар попали места гнездования чайк. Водоем стал домом для многих видов птиц, как обычных, так и редких видов. Кряквы, утки, озерные чайки – все они уже привычные обитатели озера. Там же гнездятся крачки, в том числе краснокнижная белощекая крачка отмечалась там на гнездовании. Ну и другие околоводные птицы. Из редких, например, это малая выпь там же встречается. И по краям на деревьях располагается колония краснокнижной птицы «Ремес». В 2017 году на озеро прилетали белые лебеди. Еще здесь замечали редких для Рязани усатых синиц. Специалисты говорят, что потеря озера сильно скажется на жизни птиц. Они, конечно, смогут найти себе новый дом. Вот только те редкие краснокнижные виды вряд ли встретятся в городе снова. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Штрафы на более чем миллиард рублей выписали сотрудники ГИБДД за 2018 год. Это полтора миллиона постановлений об административных правонарушениях. Половину из них уже оплатили. Почему водители нарушают и где чаще это делают, знает Галина Кудряшова. Превышают скорость. Это самое популярное нарушение среди рязанских водителей. По итогам 2018 года сотрудники ГАИ выписали более миллиона 260 тысяч штрафов. Это почти 83,5% всех нарушений. Цифра огромна. Особенно при условии, что камеры, фиксирующие превышение скорости, расположены буквально на каждом перекрестке. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции Рязанской области выявлено 2959 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 354 случаи отказа от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования в состоянии опьянения. 2914 водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. Также было выявлено более 10 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, пассажирами или иными частниками дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила отметку в миллиард 200 миллионов рублей. Рязанские водители оплатили пока меньше половины – около 520 миллионов. Водители признаются, что в некоторых местах проехать по правилам крайне сложно. Например, преодолеть перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской армии. Здесь вот на этом перекрестке, на Касимовке, да, там нарушений много. А там и справа ряда поворачивает налево. Там даже под стрелку, а они поворачивают нарушения очень много. К наиболее опасным местам также относятся пешеходные переходы около остановки «Цирк». Там регулярно сбивают людей. А также Первомайский проспект, где пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте. Осложняют дорожную ситуацию и непростые погодные условия. Все куда-то спешат, а потом только думают. Сначала едут, а потом думают. Средства от оплаченных штрафов пойдут в Дорожный фонд Рязанской области, который сейчас обеспечивает потребности региона на 30%. Такие нововведения вступили в силу с 1 января. Стоит отметить, что сейчас фонд пополняется за счет акцизов от горючих смазочных материалов, транспортного налога и других компонентов. В прошлом году в его бюджет более миллиарда рублей внес Росавтодор. Эти средства пошли на региональные программы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Встретиться с тропическими рыбами и познакомиться с обитателями морских глубин теперь можно и в Рязани. Начал работу единственной в регионе акванариум. Более трех тысяч видов рыб, кораллов и растений увидела Галина Кудряшова. Золотые рыбки и кровожадные пираньи. Рядом несколько видов пресноводных скатов, в том числе крайне редкий, черный с белыми жемчужинами. Посмотреть на детенышей, которые скоро вырастут до полуметра, можно в единственном в Рязани акванариуме. Гостей ждут 40 тысяч литров воды и 3 тысячи уникальных рыб, растений и кораллов, в том числе эндемики с острова Мадагаскар. Эндемики – это такие рыбы, которые встречаются в одном месте на всем земном шаре в конкретном. Именно эти рыбы с острова Мадагаскар – это краснокнижные рыбы. По последним данным, возможно, этих рыб в природе даже не осталось из-за жизнедеятельности человека. Акванариум разделен на три зала. В морском гости познакомятся с беспозвоночными – креветками, морскими ежами, живыми коралловыми рифами. Морские аквариумы, настолько долго в них смотришь и действительно вспоминаешь какой-то отпуск, что ли, когда был в Египте. Смотрел на те же кораллы, то есть море представлено в идеале. Среди обитателей и природный попугай – это рыба-аристократ. Она хищная, но благородная, поэтому не дает в обиду маленьких соседей. Жемчужиной зеленого зала является аквариум П-образной формы на 5500 литров, а также шесть аквариумов, которые больше похожи на живые картины. Природный аквариум или акваскейп отличается тем, что в аквариуме собирается природный наземный пейзаж и переносится в аквариум под воду. Это какие-то различные горы, либо лес, какие-то определенные места тоже с нашей планеты. В аквариуме в миниатюре представлены карпатские горы. Гости могут как самостоятельно насладиться подводным миром, так и заказать экскурсию. Размер группы не ограничен. Также специалисты аквариума помогут в составлении вашего собственного аквариума. Его длина может достигать 6 метров. Услуги будут оказаны под ключ с возможностью дальнейшего обслуживания, чтобы рыбки и растения радовали вас круглый год. Стоит отметить, что аквариум – понятие непривычное для россиян. Пока их можно пересчитать по пальцам. Основное отличие от океанариума в красоте, ведь каждый аквариум сделан как маленькое произведение искусства. Приглашаем рязанцев и гостей города в наш аквариум. Мы находимся в центре города. Адрес улица Полевая, дом 42, дробь 16. Записаться на экскурсию можно по телефону 27 27 11 и 27 27 44 или на сайте aquanarium.rf. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Скидками в 15 тысяч рублей встречают покупательниц в гипермаркете «Меха и кожи Эль-Мех». Европейская и дальневосточная норка, песец, лиса, чернобурка, мутон, нутрия. Выбор огромный. Более тысячи изделий и верхней одежды. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет «Кожи и меха Эль-Мех» предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех. Выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка-трансформа. Цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава. Делаются вот так три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель. И коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожи Эль-Мех» действуют скидки до 70% на шубы из лесы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона. С капюшонами, накладными карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будете выглядеть очень красиво, модно, стильно, с кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лесы. Любая девчонка оденет, будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха и кожи Эль-Мех» предлагают без рукавки и соболя с капюшонами. Короткие и длинные разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки, вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны, утепленные внутри джинса и украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво. Они вот в разном цвете. Девчонкам это все очень нравится. Ну вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха и кожи Эль-Мех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».